Падение Патриарха Кирилла Гундяева. Что оно пророчит? Патриарх Кирилл освящал очередной новостроенный храм в честь покровителей, любви, семьи и верности святых Петра и Февронии Муромских и прямо во время торжественной литургии поскользнулся и упал. Патриарх Кирилл освящал очередной новостроенной новостроенной литургией. Полный Петра Феврец. Так как шва прямая трансляция мероприятия, то это падение стало достоянием широкой общественности и активно обсуждается в интернете. Освящение храма – это сакральное религиозное мероприятие, и когда во время такового падает глава Русской Православной Церкви, это очень сильно не то же самое, как если президент США упал во время велосипедной прогулки. В христианской литературе в таких ситуациях всегда видится духовный и пророческий смысл. В Библии что-то постоянно падает со смыслом. То колосс на глиняных ногах, то дом, построенный на песке, то великий город Вавилон. В житиях святых и идолы падают, и христианского мученика долго не могут казнить, потому что у палача все из рук падает. А тут целый патриарх грохнулся, да еще во время освящения храма. Да еще ушибся спиной об кафедру, которая символ его епископской власти. Это не какая-то иконочка в далеком монастыре замироточила, или старчику в келье сон приснился, или лампадка перед иконкой где-то закачалась. Здесь божественное откровение мирового масштаба! И по традиции такое откровение может быть истолковано, как скорый конец или жизни патриарха, или пребывание патриарха на своей должности, или прекращение власти по местной церкви, которую он возглавляет. Судя по общественно-политическим новостям, скорее всего, увы, последнее. Прекращение власти – это не обязательно, что РПЦ перестанет существовать как поместная церковь. Для жителя украинской деревни, который считает Россию агрессором, а РПЦ и патриарха Кирилла – духовными покровителями агрессора. Переход местного храма из московского патриархата в киевский патриархат означает падение власти РПЦ. И исполнение этого пророчества мы уже наблюдаем. На территории государства Украина приходы массово выходят из-под власти РПЦ и патриарха московского. То есть церковный раскол, которого так боятся православные, уже давно идет. Не беда, половина крейсера еще осталась. Но это ни на что сильно не влияет, кроме как на количество власти и доходов патриарха московского его окружения. Потому что сейчас не времена патриарха Никона и протопопа Аввакума, когда церковь – крупнейший феодал и серьезная политическая сила, а поэтому желательно, чтобы она оставалась единой и неделимой. И если тогда раскольники захватили стратегически важную крепость – Словецкий монастырь, то это очень сильно не то же самое, что в наши дни сторонники мятежного старца Сергия Романова захватили Северо-Уральский монастырь. И даже не то же самое, когда Киево-Печерская и Почаевские лавры перестали поминать патриарха Кирилла и платить десятину в московский патриархат. Церковный раскол, которого так боятся православные, уже давно идет. И это как раз и есть падение власти патриарха московского и Русской Православной Церкви на конкретных территориях. А после того, как патриарх Кирилл поддержал спецоперацию России на территории Украины, европейские страны, которые поддерживают государство Украина, могут запретить на своей территории деятельность Русской Православной Церкви. Так же, как государство Россия запретило на своей территории деятельность в соцсети Инстаграм за то, что Инстаграм разрешает хейтить Россию и ее армию. Так что РПЦ может потерять еще и свои приходы в Европе. А при неудачном стечении обстоятельств может вообще РПЦ сузиться до территории храмов вооруженных сил, Христа Спасителя, ну и может быть Исаакиевского собора. Мне непонятно, зачем патриарх такое сказал. Он мог бы, например, просто сказать что-то вроде церковь не политики, это хоть и неправда, но звучит красиво и политкорректно. Но, вероятно, ума не хватило. Как и на многое другое. Судя по громким скандальным увольнениям церковных должностных лиц, патриарх ведет политику, что нужны не умные, а верные. И результат такой политики мы видим уже прямо сейчас. А причины, по которым патриарх и возглавляемая им организация теряет власть, никакие не сакральные, а очень даже объективные, в первую очередь церковь восстановили в морально устаревшем уже на начало 20 века виде. Это как если бы, чтобы восстановить отечественный автопром, взяли бы и восстановили бы на историческом месте завод АЗЛК, который москвич. В том виде, в котором он был накануне банкротства, со всем морально устаревшим оборудованием и стратегией на производство морально устаревших на сей момент автомобилей. Ну и обанкротится он снова. Ну и с церковью то же самое. А во-вторых, на какие деньги содержать все эти храмы, храмы, которые сейчас настроены и продолжают строиться, раньше церковь владела землей и сдавала ее в аренду и за счет этого имела хороший доход. Кроме того, церковь выполняла административные задачи, как с современной МФЦ, и даже больше. Раз храмы строятся, значит, это кому-то выгодно. Но чем больше храмов, тем дороже их содержать. Храм это, конечно, красиво, но он никакие материальные блага не производит. Статьи бюджета и спонсорские деньги ограничены, религиозные услуги себя не окупают, и рынок ими постепенно насыщается и перенасыщается. Значит, скоро эта система соскамится. А уже построенные храмы содержать это дорогое удовольствие. Его надо как минимум отапливать и красить, иначе с потолка начинает падать штукатурка. Находиться в храме становится опасно. Храм закрывается, скорее всего, навсегда. Именно по такой схеме и уничтожались храмы в СССР. А использовать храм для каких-то других целей, например, как клуб или концертный зал, увы, неудобно. А еще церковь теряет свое общественное влияние, потому что все время или чуть-чуть лукавит, или открыто и нагло врет. То про самовозгорающийся благодатный огонь, то про подлинность стоинской плащаницы, равно как и другой, выставленной на поклонение косточки или тряпочки. До недавнего времени врала про то, что через евхаристические дары и целование религиозной атрибутики нельзя заразиться болезнью. Обывателю возникает мысль, если в этом церковь врет, то вдруг врет и в том, что Христос воскрес. После своего падения патриарх обнародовал очередную порцию высказываний, укрепляющих недоверие к церкви. И то, что я сегодня упал, ничего не значит. Если падение патриарха во время богослужения ничего не значит, то почему что-то значит? Символические события в Библии и в житиях святых. Если падение патриарха в храме это только законы физики, то почему мироточение икон это не только законы физики? Да, просто пол прекрасный. А если пол скользкий, то почему его таким сделали? Ведь по нему же людям ходить. Или на людей пофиг, а? Точнее выражаясь, по-православному, на людей плевать с высокой колокольни. Могли бы хотя бы патриарху ковровую дорожку подстелить. Где? Церковный пофиг на людей, он тоже очень символичен. Вот постный устав был составлен при других продуктах, при другом сельском хозяйстве и помогал рациональному ведению хозяйства. Сейчас он морально устарел. И поститься это только портит свое здоровье. Попы толстые не потому что богатые обжоры, а потому что по жизни можно только кашку и квашеную капусту. А когда это в горло не лезет, переходят на чай с выпечкой. Ну а всем пофиг! Церковный календарь не соответствует общественному. Самый любимый праздник, Новый год, попадает на строгий пост. Детям слезы, а всем пофиг! Вот меня только что в храме обхейтили за цветные волосы. Хотя я в платке была. Правда мне пофиг, не первый ужий день в церкви. А мне пофиг. Архиерейское богослужение само по себе очень символично. Епископ сидит на кафедре, вокруг простор, а вокруг все стоят, толкаются, потеют, за каждый сантиметр пола боятся. Называется епископу пофиг, а намерян пофиг. Пофиг. Ощущение такое, что в церкви, как в общественной организации, всем пофиг, пока к ним и люди идут, и деньги идут. Но такое может прекратиться, причем очень скоро и очень резко. И мы видим общественно-политические, финансовые и идеологические причины для этого, о которых только что вам рассказали. Но эти причины понятны нам, блогерам с богословским образованием и интересам к популяризации научного взгляда на жизнь и интересам к общественно-политической жизни. А для тех, кто только молится, постится и слушает радио Радонеж, это непонятно. Для них понятна только символика. Патриарх упал, значит это неспроста. Но всем пофиг. А ничего сделать нельзя в этой системе. Регулярно находятся те, кому не пофиг, он пытается что-то менять. Особенно во времена Патриарха Алексея были попытки и христианский рок развивать, и псалты в стиле рэп читать в храме, и много всего другого, интересного, полезного, но все это накрылось платочком. Именно поэтому мы независимые православные блогеры и не лезем ни работать в РПЦ, ни менять что-то в РПЦ, хотя имеем и богословское образование, и интерес, и вероисповедание, и желание. А мы делаем то, что можем. Сидим на пофиге и создаем наш контент. Нам пофиг. Ну мы хотя бы это делаем, а другие и этого не делают. Ну... Ну... Сидим на пофиг. Сидим на пофиг.